Ходить по врачам здоровому человеку как-то не принято, но не секрет, что многие серьезные болезни часто протекают бессимптомно, а потому за профилактику выступают специалисты всех медицинских направлений. Общение с врачами в формате дня открытых дверей – это и лишний повод задуматься о своем здоровье и возможность более грамотно составить план диспансеризации. Профилактику рекомендую проводить как можно чаще, раз в полгода, раз в год, чтобы не было таких ситуаций, как человек ждет, что у него когда заболит, а когда приходит, ему уже ставят какой-то определенный диагноз. Профилактика никогда не помешает. В условиях гиподинамии, в которых мы сейчас находимся, профилактика никогда не была лишней, потому что когда идет застой, он только подразумевает еще большее развитие заболевания. Поэтому в любом случае профилактика нужна. Задача специалистов профтерапевтической клиники – предотвратить обострение и развитие недугов, а также обеспечить хорошее самочувствие пациентам вне зависимости от возраста и накопленных проблем. Остеопатия подразумевает под собой работу спинномозговой жидкости, твердой и мягкой мозговой оболочки, работу фасциальной цепи мышечных структур, внутренних органов, сосудов и нервных окончаний. Основное направление моей отрасли является именно решение проблем касательно опорно-двигательного аппарата. Большинство времени мы находимся в состоянии гиподинамии, то есть у нас не идет адекватная работа мышц, но что в основном сидим. Поэтому сейчас, на данный момент, это является очень такой обостренной проблемой и она набирает свои обороты. Когда мы говорим о кинезиологии, мы подразумеваем именно движение человека, то есть мы смотрим, как он двигается, как он стоит, как сидит. Мы можем посмотреть некоторые изменения, которые как бы нетипичны для здорового человека и на этом уже основании делать определенные выводы и уже конкретно работать с той или определенной мышцей или группой мышц. Это те органы эндокринной системы, которые выделяют своеобразные вещества, называемые гормонами в нашем организме. На первом месте, конечно, стоит нарушение углеводного обмена. Это щитовидная железа, которую мы все знаем, которая расположена более близко и которая доступна. Ну и самое главное нарушение метаболизма, нарушение видов обмена. В первую очередь, бич наш – это ожирение. В программе «Дня открытых дверей» не только лекции, но и практики. Всеми известная фраза о том, что движение – это жизнь, имеет значение для каждого человека. Но люди в возрасте часто не доходят до фитнес-клубов. Именно потому медицинские центры устраивают занятия у себя в родных стенах. Что в результате я вижу после занятия, когда люди расслабились, разглаживается лицо, расслабляются мышцы, и человек встает радостный. Вот это для меня главный показатель, что йога получилась. Это в основном. Но как компоненты в йоге – это тело, это чувство, то есть влияние на психику, глубокое расслабление ментального, эмоционального плана и возможность к телу самовосстанавливаться. Что мы получаем? После комплекса упражнений, которые там руки, ноги и так далее, дыхание, человек больше готов расслабиться. И в этот момент тело, как система мудрая, получает возможность целить себя само. Вот в чем ценна йога? Биомеханика тела. Используется ленточный тренажер. Его ширина 3,5 см, длина 4-5 метров, в зависимости от роста человека. Работается мышечным каркасом всего тела, начиная от кончиков ног и заканчивая макушкой головы. Это процесс реабилитации, процесс лечения и профилактика костно-мышечных заболеваний. День открытых дверей в формуле, кроме лекционной и спортивной части, оказался еще и творческим. Свой музыкальный презент подготовили и пациенты, которые за время сотрудничества стали добрыми друзьями.